Суши, да теперь у них только платье, платье только на карточку, только на карточку переводят и все. Это вот какой у нее штуки будут, ну какая-нибудь, ну пахнет это самое, да. Ну сейчас очень пахнет, она сказала, что тут выкачали, так что, говорит, вы ешьте его, чтобы он пока еще не засахаривался, но он все равно хороший, я сейчас вот по чайной, меньше половины чайной ложечки беру, вот ложусь спать и возьму, зато у меня вот сердце не стучит так сильно, вот лягу, а так я слышу, вот Аксан, ты слышишь сердце, как у тебя стучит? Нет, ну вот, а я слышу, как вот у меня стучит сердце. Володя, а вот ты оформляла участок, ты в ГБР сдавала или нет? Нет? Нет. Вот, а Юра мне объяснила, вот в этой, в 19-го года, они сейчас взяли все в свои руки, правительство, чтобы потом получать налог. Ну да, сейчас налог. Это давно уже, Юра, Юра. И, значит, пишут, чтобы вот это все, он говорит, ты не переживай, все войдут в свои границы. Тебе надо будет забор убирать, ведь уберешь, мне только одну сторону убрать. Слушай, Юра никогда не понимает в этом деле, ей совместят. Значит, почему появился этот закон? Закон появился потому, что люди бесконечно жалуются. А вот жалуются, жалуются, вот поэтому и хотят. Или, как говорится, полюбовно договариваться, или через суд, чтобы все в свои границы вошли? Не, не потому, что все в свои границы, вопрос в другом. Что надоело отвечать на эти дела, судебные проблемы, дома вечно им туда жалуются и далее. И правительство решило до 18-го года обязать всех, каждого, ни хуйни, ни власти, ничего. Каждый должен себе, значит, делать межевание с соседями и оформить себе технический паспорт по межеванию. Не сделал, ничего не будет, ни продажи, ни наследия. Не то, что ни продажи, вообще семья будет муниципальная. Не будет муниципальная она никак, поскольку нет такого закона, который бы, по-моему, отнимали бы. Видно, вот Юра так. Да, Юра не говорит. Нет, 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 нет. Нет, 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 не вот. У тебя же есть свидетельство, собственно, как я вот говорю? У тебя есть свидетельство, собственно. Другое дело, что ты не сможешь с ним распоряжаться. Поэтому они говорят, ребята, вот три года вам, я дам два с половиной, бегайте, наказывайте щелку. Ну, вот то, что он сказал, говорит, то, что твои, ты не подписала им эти, и тебе не подписали, говорит. Ну, ты еще, говорит, не обращалась только к председателю, чтобы он эти сельхозные эти, как говорит, подписал. Ну, вот. Говорит, они никак не могут оформить, не смогут. Не смогут. Они только, говорит, могут условные вот эти сделки. Условные кадастры, так называют. Да, да. Условные кадастры, так называют. Они могут обойти это дело, если сделают липовые подписи. Или подделать. Да, подделать, да, да, да. Скажи, пожалуйста, я тебе говорю, в компьютере ты посмотрела закон, распечатать ты его можешь? Нету закона этого нет. Мама, я кричи. Я не нашла его. Видите, у него издали. Я не нашла его. А у тебя есть, да? Номер, скажи, я попробую. Я не знаю, какой номер. Юра сказал, что 1 июня. Ром, достань тапки. Газета российская. А их три газеты российские. Вот купила их три. Газеты. Они по 10 рублей. Самая дешевая. Да не буду, мама, что ты включишься. Там все правительственные документы.